Практически все силы бросили российские войска на захват Лисичанска. Город страдает от бесконечных авиаударов. Российские оккупанты бьют по мирным жителям, разрушают городскую инфраструктуру. В городе тяжело найти безопасное место. Люди мечтают хотя бы о получасе тишины, но оккупанты не останавливаются, обстреливаясь всех имеющихся видов вооружения. Разрушений очень много. Полностью уничтожено помещение отделения полиции. В город регулярно пытаются ворваться диверсанты. Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. 45% Донецкой области под контролем Украины. Однако российские войска постоянно обстреливают населенные пункты. Накануне по Славянску выпустили несколько кассетных снарядов. Ранены шесть мирных жителей. В Николаеве спасатели продолжают разбирать завалы многоэтажки, по которой российские оккупанты ударили ракетой. Число погибших мирных жителей возросло. Из-под завала в пятиэтажке, в которую попала российская ракета, спасатели ГСЧС достали еще одно тело. Погибшая 21-летняя девушка. Таким образом, уже известно о семи погибших и шести раненых. Поисково-спасательная операция продолжается. Александр Синькевич. Городской голова Николаева. Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Одна ракета попала в девятиэтажный дом, вторая – в базу отдыха. Есть погибшие и раненые. Украинские военнослужащие полностью освободили остров Змеиный от российских оккупантов. После того, как силы противника покинули остров, российская армия потеряла контроль над этой частью Черного моря. Это даже подтвердили в Минобороны Российской Федерации. «Нужно понимать, что после того, как мы уничтожили крейсер Москва, россияне рассчитывали, что сделают из острова Змеиный некий авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря. Мы их выбили. И то, что за последние несколько дней Россми реально распространяли разную чепуху, означает одно – это огромная победа в ССУ». На спутниковых снимках, которые были сделаны 30 июня, хорошо виден дым от горящих транспортных средств и сооружений в нескольких местах в северной части острова. «В Минобороны России заявили, что вывели свои войска с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли и с целью сохранения жизни своих военных. И действительно, горел этот жест доброй воли очень ярко. Отправив сюда своих солдат, вы сознательно обрекли их на верную гибель». «Поздравляю Одесскую область с полным освобождением от российских оккупантов. Дай Бог так по всей стране. Слава Вооруженным силам Украины. Слава Украине и слава нации». Вооруженные силы Украины отразили попытки штурма российских военных на Харьковском, славянском и бахмутском направлениях. Также украинские военные освободили село Потемкино в Херсонской области.